Джесси К. Сутанта Доверьтесь Ченам Маме и папе, которые обязательно помогли бы мне спрятать мёртвое тело Пролог. 8 лет назад На моей семье лежит проклятие. Оно преследовало нас от самого Китая, где забрало моего прадеда. Несчастный случай на ферме, в котором участвовала беременная свиноматка и неудачно лежащие грабли. И до Индонезии, унеся жизнь моего деда. Инсульт в возрасте 30 лет, что не столь драматично, как смерть прадеда, но всё равно довольно печально. Мама и тёти были уверены, что китайское проклятие не последует за ними на запад, поэтому, выйдя замуж, все переехали в Сан-Габриэль, штат Калифорния. Но проклятие не только догнало их, но даже мутировало. Вместо того, чтобы убить мужчин моей семьи, оно заставило их уйти, что гораздо хуже. По крайней мере, дедушка умер, горячо любя мою бабушку. Первым ушёл старший дядя, потом второй дядя, а потом мой отец, который ушёл, не сказав ни слова, посреди ночи. Просто встал и исчез, как призрак. Однажды утром я проснулась и спросила, где он. А мама поставила передо мной миску с конджи и сказала, ешь. Конджи — обобщающий термин для разных азиатских блюд из разваренного риса. По консистенции напоминает густой суп или жидкую кашу. Тогда я поняла, что проклятие настигло и его. Когда мои двоюродные братья окончили школу, тоже уехали, выбрав обучение в Нью-Йоркском университете и Пен-Стейт, а не в одном из лучших колледжей Калифорнии. «Ах, Нед, тебе так повезло!» — сказала старшая тётя моей маме в тот день, когда-то объявила, что я подала документы в восемь колледжей, и все они в Калифорнии. Самый дальний из них — Беркли, и мы бесчисленное количество раз спорили из-за него. Ма считает, что всё, что дальше Калифорнийского университета в Ирвине, слишком далеко, ведь она не сможет случайно зайти ко мне в общежитие и прибраться в комнате или поворчать на мою соседку, чтобы та ложилась спать пораньше и пила много воды. Ма. Перевод с китайского. Мама. Сын старшей тёти, Хендра, учится в Бостонском колледже и игнорирует 99,999% её звонков. Остальные 0,001% — это когда у него заканчиваются деньги, и ему приходится просить у неё ещё. «О, как повезло!» — произносит вторая тётя, с грустной улыбкой похлопывая себя по груди, вероятно, думая о моей кузине Никке, которая сейчас в Филадельфии. Она никогда не звонит и приезжает только раз в год. Её второй сын, Аксель, живёт в Нью-Йорке. Последний раз я видела его два года назад, перед самым переездом. «Наконец-то!» — сказал бы он. «Когда придёт твоя очередь, Мэдди, беги как можно дальше и не оглядывайся». «Дочери никогда не оставят тебя». «Дочь — это такое благословение!» — продолжает вторая тётя. Она протягивает руку и треплет меня за щеку. Самая младшая тётя ворчит, продолжая чистить жареные солёные тыквенные семечки. Для неё Ма — главный враг, и она скорее подавится, чем признают её самые счастливые из них. Но когда мама не видит, она подмигивает мне. «Я горжусь тобой, детка». Я еле заметно улыбаюсь, потому что вроде как солгала Ма. Я действительно подала документы в восемь колледжей в Калифорнии, но кроме них также ещё в девятый — колумбийский. Не знаю, зачем это сделала, потому что крайне маловероятно, что мне удастся туда поступить, да и непонятно, как бы мы потянули такую непомерно высокую стоимость обучения. Через несколько месяцев я держу в руках письмо о зачислении и смотрю на него, и смотрю, и... Я комкаю его и выбрасываю в мусорное ведро. Я не такая, как мои двоюродные братья. Я не такая, как мой отец и мои дяди. Не могу просто бросить свою семью, особенно маму. Я не настолько глупа, чтобы думать, что проклятие обойдёт меня стороной. Спустя годы, когда мой будущий муж уйдёт от меня, рядом со мной останутся только мама и мои тёти. Поэтому я говорю им, что собираюсь в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Мама плачет. Мои тёти, даже самая младшая, кричат и обступают меня, обнимая, ласково хлопая по щекам и сокрушаясь о том, что у них нет дочерей. «Тебе так повезло», — в миллионы раз говорит маме старшая тётя. «Она останется с тобой и всегда составит тебе компанию». Неужели это правда? Неужели я обречена остаться с ними навсегда только потому, что единственная, кто не настолько бессердечен, чтобы уйти? Я выдавливаю улыбку, и пока они суетятся вокруг меня, благосклонно киваю, пытаясь представить свою жизнь, которую проведу в одном доме с мамой и тётями. Часть первая. Девушка встречает парня. Возможно, кто-то влюбится в сети. А также кто-то может умереть. Увидим. Глава первая. Сегодняшний день. Я делаю глубокий вдох, прежде чем открыть двери, сквозь которые доносятся шум и какофония мандаринского и кантонского диалектов, отступая в сторону, чтобы мама вошла внутрь передо мной. Это не проявление вежливости, хотя я вежлива, а обыкновенное здравомыслие. Мама выросла в китайском квартале Джакарты, кишащем людьми, и знает, как пробиться через толпу. Через любую толпу. Если бы впереди шла я, то лишь пищала бы. Извините. Ой, простите. А, вы не могли бы? У меня заказан столик. Мой голос утонул бы в этом шуме, и мы застряли бы перед рестораном на целую вечность, или, по крайней мере, до тех пор, пока в районе не утихнет ажиотаж вокруг димсамов, то есть примерно до двух часов дня. Как бы то ни было, люди толкаются позади Ма, пока она прокладывает путь через толпу семей, ожидающих свои столики, и я бы потеряла ее из виду, если бы не держалась за ее руку мертвой хваткой, как будто мне всего три года. Даже не думая останавливаться у стойки регистрации, она входит внутрь, будто это место принадлежит ей, и орлиным взглядом осматривает большой обеденный зал. Как можно описать хаос, который царит в димсам-ресторане в самом центре долины Сан-Габриэль в 11 часов утра? Здесь около сотни круглых столиков, за каждым из которых сидит семья, причем во многих из них присутствуют представители трех-четырех поколений. Седовласые бабушки с морщинистыми, как чернослив лицами, держат на коленях пухлых младенцев. Официантки толкают исходящие паром тележки, хотя если вы назовете их официантка, они никогда к вам не подойдут. Вы должны обращаться к ним «Ай-И», то есть «тетушка», и отчаянно махать рукой, привлекая внимание. И как только они останавливаются, клиенты слетаются, как стервятники, и начинают сражаться за бамбуковые пароварки в тележке. Люди кричат, спрашивая, есть ли у них «Сиумай» или «Харгоу» или «Лоу-Майгай», а «Ай-И» достают нужные блюда из глубин своих тележек. «Сиумай» — китайские пельмени на пару со свининой и креветками. «Харгоу» — китайские пельмени с начинкой из ростков бамбука и тигровых креветок. «Лоу-Майгай» — рис с начинкой из курицы, грибов или колбасы. Мой мандаринский язык ужасен, а кантонский вообще никуда не годится. Мои тетушки часто пытаются помочь улучшить мои навыки, говоря со мной на мандаринском или индонезийском, но потом сдаются и переходят на английский, потому что я все равно понимаю лишь 50% из того, что они говорят. Их английский далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем мой китайский или индонезийский. Это еще одна причина, по которой мне очень трудно заказывать еду в димсам-ресторанах. Чаще всего к тому времени, как Ай-И замечает меня и понимает мой заказ, все самое вкусное уже разбирают, и остается только самый отстой, как, например, рыхлые вегетарианские пельмени или приготовленные на пару бок-чой. Бок-чой — сорт китайской капусты. Но сегодня, ах, сегодня хороший день, мне удалось заполучить две порции хар-гоу, которые, безусловно, оценила бы старшая тетя, и даже лоб-чанг-бао — китайские роллы с сосисками. Они почти оправдывают все мои мучения, связанные с еженедельными походами в димсам-ресторан. Хар-гоу — традиционные кантонские клетки, которые подают в димсам-ресторане. Тетя одобрительно кивает, когда Ай-И ставит бамбуковые пароварки на середину стола, и мне невыносимо хочется бить себя в грудь и кричать. Это я ухватила эти пельмени с креветками. Я? Ешь больше, Мэдди. Ты должна набраться сил до завтра, говорит мне старшая тетя на мандаринском, положив два куска тушеных свиных ребрышек на мою тарелку, пока я аккуратно раскладываю пельмени по тарелкам остальных и наливаю им чай. Вторая тетя разрезает чай-сиу-бао на две части и кладет поровну каждому на тарелку. Чай-сиу-бао. Китайские паровые булочки со свининой. Круглый стол означает, что каждый может сам дотянуться до любого блюда, но китайская семейная трапеза не будет таковой без того, чтобы подкладывать друг другу еду, потому что так мы показываем свою любовь и уважение. А значит, должны делать это как можно более показушно. Какой смысл подавать старшей тете самый большой сиу-май, если никто этого не заметит? «Спасибо, старшая тетя», — покорно говорю я, положив на ее тарелку хар-гоу. «Я всегда отвечаю по-английски, независимо от того, на каком языке ко мне обращается моя семья, потому что вторая тетя как-то сказала, что от моего индонезийского и китайского у нее повышается давление. Ты тоже ешь больше, мы все рассчитываем на тебя завтра, и ты — вторая тетя». Второй по величине хар-гоу отправляется на тарелку второй тети, третий по величине достается четвертой тете, а последний, оставшийся самый маленький, идет на тарелку ума. Это показывает, что мама хорошо воспитала меня, чтобы я заботилась прежде о других, а не о себе. Тетя отмахивается от моих банальностей ярким жестом руки, увешанной драгоценностями. «Мы все рассчитываем друг на друга». Головы с пышными кудрями кивают. У четвертой тети самые пышные волосы, на что ма постоянно жалуется мне наедине. «Она всегда такая эсцентричная», — сказала однажды ма, что прозвучало одновременно и смешно, и ужасно. Я спросила ее, где она услышала это выражение, и она сказала, что от нашей соседки, тетушки Ли Ин, что было ложью, но я уже 26 лет живу с ма и знаю, что с ней лучше не спорить. Поэтому я лишь сказала, что правильно говорить «эксцентричная», а не эсцентричная. На что она кивнула, пробурчала что-то и вернулась к нарезке зеленого лука. «Хорошо», — произносит старшая тетя, хлопнув в ладоши. Все сразу садятся ровнее. Старшая тетя старше второй тети на 10 лет, и в основном она воспитывала своих сестер, пока бабушка была на работе. «Прическа и макияж». Вторая тетя кивает, доставая телефон, и надевает свои очки. Она стучит по нему указательным пальцем, бормоча. «Ммм, как же называется это приложение?» Мэдди использовала его, чтобы подобрать мне прическу. «Пин что-то там». «Пинтерест», — вздыхаю я. «Я могу помочь тебе найти его». «Нет, Мэдди». Тетя бросает на меня строгий взгляд, и я сдаюсь. «Ты не должна помогать. Если завтра вторая тетя не сможет найти приложение, когда будет с невестой, мы точно потеряем лицо. Мы должны быть профессионалами», — говорит она. Или, по крайней мере, я думаю, что она сказала именно это. Тетя говорит так быстро, что мне трудно уловить смысл, но я определенно расслышала слова на мандаринском, означающие «потерять лицо». Это ее любимая фраза. Вторая тетя поджимает губы, а ее левая щека слегка дергается. Как четвертая тетя до смерти раздражает Ма, так вторая тетя и старшая тетя далеко не всегда ладят между собой. Не спрашивайте, почему. Возможно, это связано с тем, что они обе старшие. Или, возможно, было что-то в их непростом прошлом. В семье моей мамы происходило много драм, особенно в Джакарте. За эти годы я слышала много обрывков разных историй, в основном от Ма. «Ха!» — покрикивает вторая тетя, размахивая своим телефоном с Пинтерест на экране, словно это меч, который ей только что удалось вытащить из камня. «Я нашла его. Тот стиль, который выбрала невеста. Я пробовала сделать подобную прическу Мэдди, и это выглядело великолепно. Она поворачивается ко мне и переходит на английский. Мэдди, у тебя есть фото с той прической?» «Есть», — отвечаю я, быстро доставая свой телефон. Открываю нужную фотографию, и вторая тетя держит наши телефоны рядом, показывая всем две фотографии. «Ух ты!» — говорит Ма. «Она так похожа на модель!» «Очень хорошо, сестренка!» Вторая тетя тепло улыбается ей. Четвертая тетя кивает и отвечает по-английски. «Да, они почти идентичны. Это впечатляет. Ее английский лучше, чем у остальных, и это еще одна вещь, за которую мама никогда не простит ее, хотя сама она говорит по-английски лучше, чем ее старшие сестры». Ма утверждает, что четвертая тетя любит использовать сложные слова, то есть те, в которых более двух слогов, только для того, чтобы подколоть ее. Возможно, так и есть, но это лишь одна из многих истин, которые мы никогда не узнаем. «Завивка не очень хорошо смотрится на азиатских волосах», — говорит старшая тетя. «Тот факт, что она говорит по-английски, означает, что замечание наполовину относится ко мне. Мое нутро сжимается от чувства вины, хотя я тут совершенно ни при чем». «И почему ты выбрала для работы светлые волосы?» Вторая тетя бросает на нее гневный взгляд. «Я не выбирала, невеста выбрала. Клиент всегда прав, не забыла?» Она протыкает свой харгоу и со злостью кусает его. «Хм», — вздыхает старшая тетя. «Надо было сказать ей, что на азиатских волосах такая прическа будет смотреться иначе, чем на светлых. Но», — добавляет она, когда замечает, что вторая тетя уже готова взорваться, «неважно, теперь уже поздно. Переезжаем». «Продолжаем», — произносит младшая тетя. «А?» — спрашивает старшая тетя. «Продолжаем». Говорится «продолжаем», а не «переезжаем». «Переезд — это то, что ты делаешь, когда меняешь место жительства». «Продолжаем». «Хорошо». Старшая тетя улыбается четвертой тете, и та в ответ так сияет, словно снова стала ребенком. Мак говорит, что четвертая тетя — любимица старшей тети, потому что она самая младшая в семье и была таким умильно беспомощным ребенком, что украла сердце старшей тети прямо из груди. Она выхватила его прямо из груди. Много раз ворчала мама. Я не стала спрашивать, была ли Ма как вторая по младшинству сестра любимицей старшей тети вплоть до рождения четвертой тети. Что насчет цветов? Старшая тетя снова переходит на китайский, и я немного расслабляюсь. Ма выпрямляется. Обо всем позаботились. Лилии, розы, пионы. Агуан отвезет все утром на остров. Остров, о котором она говорит, Санта-Лючия — большой, частный у побережья Южной Калифорнии. Он может похвастаться чистейшими золотыми пляжами, огромными скалами и, по состоянию за прошлый месяц, одним из самых роскошных, эксклюзивных курортов в мире. Аяна-Лючия. Завтра там начинается двухдневная свадебная феерия для наследницы крупнейшей индонезийской текстильной компании Жаклин Виджая. И, это не шутка, Тома Круза. А точнее, Сутопо. Да-да, жениха действительно зовут Том Круз Сутопо. Я проверила. Китайцы и индонезийцы любят называть своих детей в честь известных людей или брендов. У меня есть кузен по имени Гуччи, который переехал как можно дальше, как только получил законное право. Или менять написание популярного западного имени. Например, мои родители выбрали своей целью имя Мадлен, которое изменили на Мэдалин. Когда я росла, мои кузены называли меня любопытная Мэдалин. Поэтому я никогда, никогда не вмешиваюсь ни в чьи дела. Прозвище Мэдлин созвучно с именем Мэдалин и переводится как докучливые, вмешивающиеся в чужие дела. Никогда. Ну и также повлиял тот факт, что моя мама и тётя и так постоянно вмешиваются в дела всей семьи. В любом случае, родители Тома Круза Сутопа владеют чем-то. Чем-то большим. Пальмовые плантации, угольные шахты и тому подобное. Так что это свадьба, объединяющая две семьи миллиардеров на недавно построенном курорте. Поэтому старшая тётя и все остальные по понятным причинам нервничают. Понятия не имею, как нам удалось заполучить этих людей в качестве клиентов. Хотя на самом деле знаю, если быть точной, то муж четвёртой тёти, брат-тестья двоюродной сестры Жаклин. Так что мы практически родственники. Но в андокитайской культуре по-другому и не бывает. Все так или иначе связаны друг с другом. И сделки заключаются, потому что чей-то зять знает двоюродного брата чьего-то друга. Я думала, что слоган нашей захудалой фирмы «Не оставляйте свой самый важный день на волю случая. Доверьтесь чинам», которым старшая тётя очень гордится, отпугнёт жениха и невесту. Но они нашли его забавным. Игра слов в оригинале Don't leave your big day to chance. Leave it to the chance. Сказали, что он ещё больше убедил их в решении нанять нас для обслуживания такого знаменательного события. Ма рассказывает о том, как ей удалось достать самые редкие цветы. Композиция будет выглядеть «Как ты называешь это по-английски?» «Мэдди?» «Истискана?» «Ты имеешь в виду «изыскана?» поправляет четвёртая тётя, и Ма косится на неё самым смертоносным взглядом в истории человечества. «Очень хорошо», поспешно говорит старшая тётя, разрывая напряжение между Мэй и четвёртой тётей. И последний пункт «Песни». Всё готово?» Ледяной взгляд четвёртой тёти тут же исчезает, и на её лице появляется довольная ухмылка. «Конечно, мы с группой репетировали день и ночь. Люди постоянно приходят в студию, чтобы послушать, как я пою. Да ты и сама всё знаешь». Существует две версии истории жизни четвёртой тёти. Первая связана с тем, что она была знаменитым ребёнком вундеркиндом, чей голос газеты описывали как «ангельский» и «национальное достояние». Она была на пути к звёздной славе, но бросила всё ради сестёр, которые решили переехать в Калифорнию. По второй версии, она была посредственной певицей, которая хитростью убедила всю свою семью оставить прежнюю жизнь и переехать в Калифорнию, чтобы она могла осуществить свои несбыточные мечты о карьере в Голливуде. Первая версия принадлежит четвёртой тёте, а другая — маме. «А торт?» — спрашивает вторая тётя, косо поглядывая на старшую тётю. «Главное украшение стола от нас должно быть идеальным, в отличие от того недоразумения, которое ты приготовила на свадьбу дочери Махтара Халима. Она издаёт драматический вздох. Ни у кого больше нет лица. Хммм, звучит неправильно. Я медленно разбираю эти слова в своей голове. Думаю, она сказала, что из-за старшей тёти мы все потеряли лицо. Мне действительно нужно подтянуть свой китайский. В любом случае, суть в том, что вторая тётя нанесла удар ниже пояса. Свадьба через Халим её любимая тема, потому что через попросила невероятно сложный торт. перевёрнутая башня из пяти слоёв, где нижний слой самый маленький, а верхний самый большой. Старшая тётя, за плечами которой годы и годы работа с шеф-кондитером в Ридс-Карлтоне в Джакарте, была уверена, что справится, но что-то пошло не так. Я не знаю, что это могло быть. Недостаточно устойчивая конструкция торта или, может быть, это была просто непополнимая задача для свадьбы на пляже в разгар лета. Но, что бы это ни было, во время торжества, под испуганные вздохи гостей, огромная башня медленно накренилась и рухнула на одну из подружек невесты. Это был единственный раз, когда информация о нас стала вирусной, и вторая тётя никогда не позволяет старшей тёте забыть об этом инциденте.